Здравствуйте и добро пожаловать в видео инструкцию по сборке деревянного конструктора от компании TARC. В этом видео речь пойдет о модели Invader, копирующей внешний вид современной концептуальной винтовки, которая была разработана в России в 2009 году. Сборку начнем с того, что внимательно посмотрим на коробку и ее содержимое. Конструкторы фирмы TARC изготовлены из экологически чистого дерева и упакованы в коробку из плотного картона, запечатанную в целлофан. Это исключает потерю деталей при транспортировке. На обратной стороне коробки показана принципиальная схема о модели после сборки, из которой хорошо видно устройство механизма оружия. Откроем коробку и изучим ее содержимое. Открывайте коробку аккуратно, не торопясь. Открывайте коробку. Открыв коробку, внутри вы увидите инструкцию и под ней детали набора. Обязательно внимательно изучите инструкцию и прочтите ее до сборки. Обращаю ваше внимание на то, что последовательность сборки при желании может быть изменена, но только опытным моделистам. Старайтесь придерживаться шагов, которые описаны в инструкции. Отдельно отмечу то, что для упрощения сборки, окраску деталей по прилагаемой схеме необходимо выполнить до окончательной сборки всех деталей конструктора. Извлекаем из коробки детали набора, инструменты, клей и лак. Обратите внимание, что мелкие детали набора, необходимые при сборке винты, хранятся отдельно в металлической баночке. Все деревянные элементы набора вырезаны с использованием современной техники, станков с ЧПУ и более сложного оборудования. Таким образом, на деталях практически отсутствуют заусенцы и прочие дефекты. Однако, брать в руки детали все равно стоит осторожно и обязательно шлифовать их при помощи идущей в комплекте наждачки, чтобы впоследствии избежать заусенцев, особенно во время игры. Начнем сборку конструктора. Детали в наборе достаточно крупные, поэтому вы можете при сборке извлечь их из коробки сразу все. Однако, если на вашем рабочем столе мало места, лучше держать детали внутри коробки до завершения сборки конструктора. Большую часть детали конструктора необходимо будет склеить при помощи идущего в комплекте клея ПВА. Многие детали крепятся и устанавливаются при помощи специальных деревянных штифтов. Если использование такого штифта необходимо при сборке деталей, при приклеивании обязательно убедитесь в том, что этот штифт входит в соответствующее отверстие без каких-либо проблем. При желании вы можете использовать свой клей, однако преимущество клея идущего в наборе в том, что он достаточно быстро высыхает. Это упрощает сборку. Достаточно будет прижать некоторые детали на 10-15 минут, подержать их в таком положении и клей уже схватится. Обращаю ваше внимание на то, что некоторые детали необходимо будет фиксировать. Для этого можно использовать модельные зажимы, струбцины или, например, банковские зажимы. При использовании банковских зажимов будьте осторожны. Обязательно прокладывайте что-то между ними и моделью. В противном случае они могут оставить на деревянных поверхностях вмятины. Наносите клей ПВА при помощи идущей в комплекте кисточки. Старайтесь наносить клей равномерным слоем. Также не бойтесь того, что при надавливании немного клея может вытечь. Это не страшно. Излишки клея можно убрать при помощи бумажного платочка, салфетки или при помощи тряпочки, которая не оставляет ворса. Как показано в ролике, обязательно проверьте, симметрично ли вы приклеили оптический прицел. Для того, чтобы механизм действовал, его необходимо соединить при помощи резиночек. Идущие в комплекте резиночки достаточно прочные, однако в случае их повреждения вы можете легко их заменить. В качестве альтернативы вы можете использовать банковские резиночки, которые продаются в любом канцелярском магазине. Однако они длинные и при использовании их нужно будет сложить восьмеркой. Для того, чтобы уменьшить риск истирания резиночек, необходимо сошлифовать все острые углы, которых они могут касаться. Причем не только изнутри, но и снаружи. Для этих целей среди инструментов в наборе есть напильник. Как я уже отмечал ранее, окрашивать детали набора мы будем до сборки. Окраска будет производиться при помощи прилагаемого к набору водорастворимого лака. Окрашивание деталей необходимо выполнять, придерживаясь следующей техники. Во-первых, необходимо красить так, чтобы кисточка не отрывалась от поверхности. Это позволит избежать наслоения лака и появления ненужных градиентов. Во-вторых, необходимо избегать потеков краски. Внимательно следите за окрашиваемой поверхностью со всех сторон и растушевывайте все образовавшиеся потеки. Если их оставить, в этих местах дерево потемнеет сильнее и это будет смотреться некрасиво. В-третьих, работайте достаточно быстро, но аккуратно. Если вы будете красить медленно, то в некоторых местах лак может уже высохнуть и повторное нанесение лака сделает эту часть темнее. Старайтесь также наносить лак слой за слоем. Если вам покажется, что деталь получилась недостаточно темной, повторное нанесение лака нужно осуществлять только через некоторое время. Необходимо дать ему высохнуть. В среднем на это уходит от 20 до 30 минут. Некоторые детали нужно будет окрасить лаком лишь частично. Для того, чтобы аккуратно окрасить эти участки, пользуйтесь только тонкой кистью. Работайте достаточно быстро, но при этом аккуратно. Помните, что излишняя спешка может повредить результату. Наносите лак сначала возле границ окрашиваемых участков, а затем в центре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Завершив окраску деталей, дайте им как следует просохнуть. После чего вы можете перейти к окончательной сборке конструктора. Основные элементы модели ружья собираются при помощи специальных, идущих в комплекте винтов. В наборе Invader эти болты имеют разную длину. Пожалуйста, обратитесь к инструкции для того, чтобы установить их правильно. Более длинные винты устанавливаются в месте соединения большего количества деталей. В конце собираем механизм оружия. В центр А.Курина. В этом году что вы можете перейти к кашмингу корректор А.Курина. После сборки механизма ружья устанавливаем на место все оставшиеся детали и завинчиваем их при помощи идущей в комплекте отвертки. Продолжение следует... Последний этап сборки модели Invader – установка оптического прицела. Для того, чтобы при фиксации оптического прицела уже установленные болты не мешали шурупам, позиционируйте его так, как показано здесь. При желании вы можете дополнить готовую модель ремнем из хлопка, который идет в комплекте. Устанавливать его очень легко, следуя описанию инструкции. Продолжение следует... После установки всех мелких деталей и окончательного высыхания клея вы получите собранный конструктор. Надеемся, что сборка у вас получилась и доставила вам удовольствие. Следите за анонсами новых конструкторов, подписывайтесь на канал. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok